А мы с вами сделали обзор данного строения. То есть, если вдруг хотите приобрести за какие-нибудь сад миллионов, я думаю, вам его продадут. Здесь плюс еще приусадебный участок имеется. Можно жить и добра наживать. Вот участок уже прям вот-вот обвалится вниз. Виды прям, вау. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы находимся в Каче. Почему мы сюда приехали? Потому что в прошлый раз, когда мы сняли в Санта-Барбаре Фоллоэлла, нам сказали «Ух, ты что, это самые лучшие места, где можно отдыхать». Ни в коем случае нельзя говорить про них плохо. Вот совсем нельзя, нет. Это, говорит, гаражи мечты. Отели. Гараж, говорит, отель. Гараж для лодки. То есть, Эллинг, правильно называется, за миллион долларов продают. Просто там так хорошо. Еще, говорит, очень классно, когда вот есть такой узенький пляж, говорит, микросвой пляж. Говорит, построенный из того, что было. Он говорит, это свой пляж. Ребят, Россия здесь, понимаете? Нет в нашем понятии, законодательстве свой пляж. Есть пляж и 20 метров общественного пространства. Пожалуйста, меняйте свое сознание. По-другому надо жить и воспринимать море. И когда я вижу, как красивейшие скалы заливают бетоном просто для своих микропляжей, мне, блин, ну хочется материться. Поэтому я там все снял еще более-менее хорошо. Здесь же мы сейчас будем рассказывать о том, где уже практически идут под снос. За них, конечно, борются. Их называют, кстати, дачами. И они будут выглядеть вполне себе интересно и прикольно. То есть мы, ну я по крайней мере на это надеюсь, говорят, что то, что мы видели там, это вообще говорит ни о чем. То, что мы увидим сегодня в каче, это просто взорвет ваш мозг. Я попробую, надеюсь, передать все эмоции, которые вы должны увидеть и ощутить. В общем, в каче мы не смогли поехать, не доехали 200 метров. Тут сейчас происходит что-то вот на дороге, и все стоят, ждут, грузят какую-то плитку. Слушайте, Ярослав, ты помнишь, ты там возмущался про наши эти, ну эти, тренажерчики, посмотри. Вот их вообще четыре штуки, то есть. Слушай, так ты не сравнивая Анапу, где там уже скоро, еще несколько лет, и там под миллион будет. И кача где-то жителей, наверное. Нет, ну я вообще, подожди, я вообще тебе показываю. Здесь есть. А, ну да. Во дворе просто. Вот и мусорки, скамеечки, то есть. Да. Ну, Крым, Крым, Крым. Коты крымские. Вот самое интересное, мы вот задаемся вопросом, почему в Крыму такие большие коты. Да, 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 просто идеально. Понимаешь, для людей с моего мобильных граждан сделано прям идеально, чтобы не было возмущений. Так, где мы находимся? У-а-ва. Сейчас, поближе. Авиаторов. Ну, здесь рядышком находится аэропорт, поэтому не знаю, будет ли возможность у нас полетать на квадрокоптике, но мы попробуем. пожалуйста там тротуары кладутся я тоже хотел положить у нас хотя бы плиточку вау просто вау это кстати девушка у нас вызвалось проводить показать подождал пока мы припаркуем машину и пойдем смотреть морские дачи слева а вот это кстати указатель кто там седочки парковочки сейчас работает нет почему вертолет все тут общение другое все знают это прям вообще хорошо летчики вертолетчики да очень красиво смотришь по сторонам то есть интересно сейчас прям нам должен открыться вау такое который вы были ух смотри что это такое растет да прям интересно вот сюда еще цивилизация вещь плохо дошло это есть можно боярка ну чё отлично все ничтяк я река не жалко о мы грязь нашли не все хорошо да ладно буду специально показать что в крыму грязь есть да здесь детская площадка просто ультра современную то единственно покрытия не хватает хорошего много а почему вот нам туда спасибо большое все хорошо спасибо вообще я без комментариев просто это катя ребят спортивная площадка которая у нас в анапе нету он просто на набережную мы подходим нами же там футбольное поле просто все сделано для людей детей это наша боль так сказать ну что вы готовы так что мужики упустили такую красавица они шли обсуждали кто будет знакомиться ухты и я уже чувствую я все чувствую я все понял мы пришли по адресу я просто челюсть отвисла пошли вниз на мне не особо пляж на вообще вот то все это устройство добить то мы получим подожди нам надо вот понять вот понять прочувствовать вот саму культуру вот этого строения то есть сейчас как нам заявила девушка все это под большим вопросом если вы вдруг думаете о приобретении себе жилья там вот в таком формате там дачку день прикупить вас есть лишний цять миллионов ну вы хотите вложиться вот именно в такое чтобы жить на берегу моря то здесь вот она сказала не советую это и делать вот куда-то там дачи еще какой-то парус здесь же геодезисты сказали что оползневая зона и может быть это все ползет в море поэтому идет все к тому что вроде как по российскому законодательству весь этот шанхай должны снести просто посмотрите ребят сейчас если тут тоже начнут рассказывать что тут как санта барбаре на централизованная канализационная система а чё ты сюда не пошел подождите ребята дверь открыта пошли да и чё охренеть просто вот такие собаки мангал есть ребята вот это атмосферный кассу все у тебя два метра я практически упираюсь как бы метр девяносто даже потолок какой диван а можно воровать виноград ярослав ярослав виноград будешь друг давай хороший вкусно это корви всегда любим воровать а вы соучастники ребят что нет уходить вот тут все-то мусор коллекционировал казачьи лишь прям складывал аппарат ну подожди надо экскурсию сделать как раньше жили в этой даче то есть там где-то договориться не получится чтоб нас пустили мусора брать суши живи не хочу ведь она заваливается все потому что ползет поползнет он все дела офигеть просто это нечто ё-моё тут дверь чуть отвалилась потолок проваливается да он сюда направлен просто интересно едут санузел допустим но потолок видите отваливается немножко здесь мы выходим тут еще уровень пошел дальше выше это конечно что-то на ингредиознейщее еще и на крыше можно было отдыхать а там даже люк был всегда на крыше чтоб сюда залезть и смотровое слуховое окошко на сверху всего этого находился туалет которым блин канализации нет как все это стекало в море тут дальше еще куда короче вот это да вот это городушки секундочку до туда добегу я тоже интересно винорят кстати вкусный ребят съел жалко что он погибает никому я так понимаю что это тоже из стадии заброшки туда вот еще один спуск я так понимаю что тоже на дачку тут кто-то строил строил не достроил ну а мы с вами сделали обзор данного строения то есть если вдруг хотите приобрести за где-нибудь сайт миллионов я думаю вам его продадут здесь плюс еще приусадебный участок имеется можно жить и добра наживать жалко конечно что виды на море но вот возможно вот в тех местах еще и вид на море присутствует вкусно тебе что это такое интересно ребят если кто-то знает просто не разбираюсь в этом подскажешь какая-то бутылка мы возвращаемся обратно хотя думаю тут в трезвом сознании вот придумать это все было крайне легко и плюс говорят что будут воевать за это все чтобы как-то сохранить что ли ну тут это знаете в чем это самый такой классный момент вот этого всего то что здесь к морю просто ближе нет как вам как вам такая тема или просто прямо интересно посчитать раз два три 4 5 6 где-то 7 этажный домик и от него 1 2 3 4 5 6 7 8 шагов до воды причем 8 метров то есть там есть еще ближе я смотрю варианты да можно даже не выходить ты думаешь да просто можно прям там дверь открыть и все и все и там будет вам да конечно виды шикарные с одной стороны если бы это были скалы с другой стороны было бы более интересно когда ты видишь и понимаешь что это все может смыть нервно ну стой 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 не беги дай-ка посмотреть о начинаешь понимать что это на самом деле и как это работает если понимаете человек хотел себе балкон в море он строил строил тут другой решил площадку сделать рыба там есть рыбацкий причал и пиво здесь мама что но это действительно то бутылка на помогала тем людям которые здесь бывали строить сейчас видите что здесь никого нету хотел девушки строить что они тут нет нет где-то умудрялись что-то снимать даже представить вообще то есть какой там город поднимаешься тут 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 туда 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 эти городушки все самое интересное мне понравилось тут именно канализационная система септик это просто восхитительно то есть ты ну вы понимаете да как работает септик то есть все уходит как бы через грунт и вот сюда то есть на фоне этого конечно санта-барбара это просто изюминка это просто фантастическое место здесь я даже не знаю как описать вот это количество ступеней вы могли там подыматься просто до бесконечности долго куда-то наверх зато действительно жить на берегу идет кет песчаник камушки они здесь их заливали бетоном причем раньше видите лестница была отсюда потом решили поднастроить залили пятачки в море и просто я даже не верю что это где-то у нас в россии находится а он дальше там тот самый который я так понимаю парус нам рекламирую или говорили что там прям вообще вообще пошлите парус рядом думаю может попробовать пробраться места вроде бы есть такие но что-то не даже страшно по вот этим здание вылазить то кажется где-то можно взять и ничего доктор постраду смотрите ну море здесь вот сейчас данный момент меня как слеза даже становится интересно какая температура воздуха ну что здесь мы смотрим 13 и 9 это наверно в кармашке мне показывал сейчас подождем чуть посмотрим опустится или нет просто градусник провод у меня задубил многоуровневая ситуация теплогрейка стоит здесь в будущее по-любому как-то сплошная застройка интересно часто снимают вообще про такой крым ну что ну я прям хэйт поймал с прошлой темы я не могу понять я же ничего плохого не говорю но рассказал все как я считаю нужным как это есть на самом деле то есть ну это неправильно да когда такие строения строятся прямо на берегу это неправильно когда кто-то залил кусок бетона в море и считает это своим пляжем то есть просто голову что как я завтра начну заливать свои пляжи говорить это мое не ходите брать за это там деньги выгонять других людей блин ну просто как-то не по-человечески мне кажется хотя это как говорится кого-то и волнует когда человек хочет по благо ожидать посчитаем это же на эти 1 2 3 4 5 6 7 7 этажки тут кто-то с кораблей раздобыл себе двери из которых выдерживает на стиху волны залил ведь туда волны заходят все это подмывают и живется человек плиткой обделался вот тут как это пришла россия и вот разговоры идут о том что хотят сносить вот первый номер парадам вижу сейчас мы попробуем узнать и ценники почем здесь хотят за гараж хоть не обратил внимание здесь еще и смотрите жарить чебуреки вот это такой прям премиальный эллинг там вода отведение с кровли идет там отсюда со всех площадок то есть проблем она очень много интересно все-таки сколько вот такой будет стоить и до паруса мы практически уже дошли чтобы понять насколько великолепен этот мир надо посетить у моря отвлечь от этих проблем как вот ярослав все у нас фотографы делаю фотографии узнают ценник ну что здесь имеется федеральное агентство это же который у нас работает плате россии она продает вот эти вот эллинги которые ну вот нам местные жители говорят возможно снесут сейчас ли они все узнают и мы вам расскажем я пока еще за мига температуру водички так показывает 14 и 6 то есть водички такая же прям уже как вон от видите как отличается юбка от запада тоже западная уже считается побережье от западного то есть и температура воздуха упала и все остальное тоже попал то есть только два уровня продается по документам это все зарегистрировано как укреп сооружение с комнатами для отдыха то есть это укрепление берега с комнатами до отдыха украина и на кадастровом номере не убеждаешь то есть про ну продается не все это же продается только какие-то 2 2 3 3 4 3 4 это же продается 3950 а площадь не сказал какая то есть 3950 за 4 миллиона вы можете купить вот вот таком 3 3 комнатный я не знаю трехкомнатный укреп сооружения гараж для лодки это уже не назвать это нам сказали что дача называть пентхаус трехкомнатный пентхаус с видом на море давай еще на один телефончик вот там прям походу веселин продаются я думаю что будет интересно вон там вон тот сейчас до него дойдем жалко что море прохладное это честно хотелось бы скупнуться ну что здесь песочек все-таки сейчас по идее никто не особо тут не должен гадить в море и должно быть все красиво и хорошо вот это тут чудный дом я тут только не могу понять он как-то делится на два или все-таки одно укреп сооружение здесь на что только не придумают а ну 4 миллиона это все-таки не 20 10 там пятна ну 4 миллиона я думаю когда человек едет там у ценники назад он уже думает так че нужно можно 4 потратить да ну подумай что кто-то все снести сможет там и так далее а сколько это же здесь раз два три 4 5 6 7 тут все семиэтажное то есть что-то восьмиэтажки восьмиэтажный укреп сооружение я не могу это действительно съезд или парковка или что это здесь построено прямо на берегу возле вот этих эллингов парус так как мы поняли он тоже целиком не продается да это четвертый этаж где открытый балкон с черными колоннами две комнаты цена четыре с половиной миллиона рублей ну ценник поменьше но тут целиком их неправильно ты прикинь если по четыре миллиона по две комнаты положить то есть и вот это вся вместе конструкция там больше двадцати я думаю 30 миллионов вытянет ну слушай это идет по документам как укреп сооружение это как или буна или подпорная стенка вот да вот тут блин можно вот эти эллинги сказать что сделаны прикольно подача выход моря потому что здесь вот уже как-то значит ну что-то чувствуется более такое современное до меня пугали что здесь цены будут очень большие ну и представь тут смотри съезд для машин да здесь то есть ну и тут даже ближний к этому месту эллинги как-то становится выглядеть по-другому то есть вот вам пожалуйста выси туалет здесь попадаешь на какой-то европейский курорт уже и выглядит это действительно интересно здесь это понятно что есть парковка Выглядит, вы посмотрите, у нас в Анапе Ярослав, это тот момент, когда в Анапе пластиковое ограждение, да, ты приходишь к месту, где люди построили просто в Крыму море, так сказать, поближе захватив и поставили просто чугунное ограждение. А на освещение, посмотри, вот в Анапе от Аркалия Победы идешь, и там можно просто, как сказать, глаз выклить, ничего не видно, там фонарь, я не знаю, на сколько метров... Чугунные фонари. Ярослав, тут все показывает на то, что как бы дорого-богато. Мини-марки 24 часа. Однокомнатная, это сколько квадратов? Однокомнатная, сколько квадратов вообще? Все понял, то есть, однокомнатная здесь за 4,5 миллиона самая низкая цена. Можно купить, ниже нету. Но тут опять-таки, о, позвони, пожалуйста. Успей по-братски приобрести, я думаю, будет интересно. Вот вам, пожалуйста, Nautilus, работает ресторан. Слушайте, мне вот это оформление прям даже радует. Отвечаю просто. Ну, просто в одном стиле сделали красиво. Набережная, там, защитные сооружения. Хреново, что это построено все прямо на берегу моря. Это крайне неприятно, да? Ну, по факту, то есть, реализовано здесь, это очень хорошо. Давайте ради интереса посмотрим ценники. Что здесь почем? То есть, Americano 8, то есть, джу-джу-джу-джу-джу-джу. Коктейльные напитки. Ну, я думаю, что все начинать всегда сначала, то есть, чтобы мы понимали, что почем, то есть, как оно выглядит. И поехали. Блинчики по 175, так-так-так-так-так. Теплый, так. Цезарь с курицей, с креветкой, овощной букет. Бульон куриный, суп гуляш, борщ красный с пампушками за 250 рублей. Слушайте, это даже рекорд не пробит. То есть, это ресторанчик, да, на такой набережной, как бы, ценники, в принципе, довольно-таки интересные. Да, мы цены смотрим, что почем, чтобы наши подписчики моих знали, можно к вам приехать, отдыхать или нет, хватит у них денег. Смотрите, у нас еще есть страничка в Инстаграме. Как называется? Наутилус там. Наутилус, да, можно найти вас в Инстаграм. Спасибо большое. Так, медальончики, то есть, развесовка, все, то есть, с ценниками идеально. Где наша любимая барабулька? Барабульки, походу, нету. Султанка из Таврида есть за 120 рублей тысяч. Султанка. А, вот все, понял, за 180 рублей, в принципе, ценник, в том же самом Солнече по 350 пихает. То есть, здесь подешевле будет вообще. Маргарита, пицца, Цезарь. То есть, все, в принципе, хорошо. А вы круглый год работаете? Ага, понял, то есть, круглый год вы можете сюда приехать, вам будет шашлык дороговатый, конечно, 215 рублей, но в Крыму везде шашлык как бы дорого, то есть, здесь вообще без вопросов, но это реально, то есть, бар симпатично, с видом на море, то есть, вы можете, вот вам, пожалуйста, это чай. У нас в Анапе хоть одно заведение на набережной найти. Я не знаю, то есть, тут сюда люди, видишь, переезжают и живут на море просто. То есть, вина, что, почем, то есть, вам, коктейли, шоты, это дальше не особо интересно. Рассказывай. Ну все, апартаменты продаются, по документам они апартамент, не квартира, прописаться там нельзя. Площадь около 40 квадратов, есть все, как мне сказали, только газа нет. Цена 4,750. 40 квадратов, 4,750, то есть, чуть больше 100 тысяч за квадратный метр, метр. Ага. А вообще, довольны, не скучно здесь жить? Я люблю, в покое у ребенка вырос здесь. А садики, школы? Я не здесь постоянно, а Симферопор, у нас квартира. Все, понял, сюда приезжайте на отдых получается, да? Да. Ну, это вот такое. Понял, спасибо. А море чисто, водорослей тут нету? Водорослей нету, море чисто всегда? Шикарно. Именно для покоя, которые любят дешевле чего-то. Понял, идеальное такое место для время поведения. Это прекрасно. Здравствуйте. Расскажи. Привет, Виктория. Что за история, здравствуйте. Здравствуйте, Дарья, никакой история. Вот. Вот те дачи, которые, ну вот от этих начали строить еще в 70-е годы. А строились они, здесь вот и был пляж для офицеров, вот там где те дачи были, был морской пляж, для матросов. Матросский пляж. А дальше, когда начали строить те вот, которые нам теперь говорят, что они убогие. Угу. Мы строили офицеры с 70-х годов для укрепления берега. Угу. У нас здесь берег обрушался и были смертельные случаи. Ну да, это понятно. У нас вот были. Поэтому теперь уже после 90-х, что осталось, как осталось. Люди, кто сумел, документы как-то есть, нет документов. Ну, вроде бы сказали, что не будут трогать. А нам, наоборот, девушка сказала, что буду трогать, мы от которой нас сюда довела. Сказала, что идут, ну, люди борются, стараются, чтобы осталось, но говорят, что хотят снести. Люди борются тем, чтобы их как бы оставить. Ну, может быть, более такой презентабельный бы вид. Ну, вот, допустим, сзади вас вот такие береговые укрепления. Это, конечно, это красиво очень даже. Ну, это красиво, но это, скажем так, что это конец 90-х, а те 70-е годы. Ну, понял. Конечно, конечно. Вообще бесспорно. А кто там погиб? Там мальчик, вот, моему сыну 48 лет. Тогда мальчику они были по 8 лет. Вот ему Карченко, Витя был такой мальчик тогда. Вот он был вот такой, как мой сын сейчас. 48 лет. А почему погиб? Потому что вот где вот эти дачи, вот эти, там случился обвал. Берег был вот такой вот как. Ну, как там дальше, да? Вот видите дальше? Да-да-да. Вот такой берег. И здесь такой же был. Абсолютно. А просто завалило. Да. И дети играли. У нас самое страшное, что мы всегда думали, где дети, это на море здесь. Там нас не волновало. А берег, да, дети приходили, играют. Дети. И случился обвал вот такой. И под обвалом не успели мальчика вытащить. А потом немного туда дальше тоже так же было. Понял. То есть, в принципе, они несут как минимум, то есть, полезность в том, что сохраняют. Ну, просто начали от самого начала, и там мне прям вау! Поразило там этот Шанхай такой просто. Ну, ребята, слушайте, Шанхай этих, я же еще вам говорю, это 70-80-е годы. Понятно. Естественно, там, кто как мог, что придумал. Хотелось бы, чтобы вот все привели вот к такому виду. Вот это вот. Это уже в 90-е годы, когда развал Союза, когда кто что на что успел, взял, построил. Спасибо большое за информацию, всего хорошего. Поэтому, конечно, было бы неплохо, да, чтобы укрепить берег, чтобы здесь можно было спокойно отдыхать. Вот, посмотрите, вот стоит вот мыс, да? Да. Вот, посмотрите, трещина какая. Да видно, видно, видно. Отбалится. И там сверху причем участок. Да, и там сверху люди построились. А зимой, скажем так, шторм подмывает. Ну, вот любимок, каучкоек, они практически там падают постоянно. Да, да. Такие у нас тоже падают. Вот у нас тоже за зиму кусками так падают. А пешком можно оттуда любимушки дать по берегу? По берегу? Ну, вряд ли, потому что вода подходит прямо вот сейчас. Это вода, она почти под берег. Там. Может и такие участки быть, которые вы не пройдете. А летом дальше отходит море? А? А летом дальше? Веком, да. Веком, да. Веком люди отдыхают по всему берегу. Помню. Спасибо большое. Пойдем. А там далеко еще до них до конца? Нет. Там очень интересная. Для нас рыбацкий камень. Угу. С очень интересной историей. Расскажите, а? Я не помню. Я не знаю. Это еще до нас. Понял. Ладно. Пойдем туда поглядим. В общем. Вот такие вот сементажные эллинги. Чуть больше 100 тысяч за квадрат. Я так понимаю, что, видите, 90-х годов вот это все строилось. И вот в таком состоянии как бы находится. То есть подошли сразу хорошо. Согласен, что береговые укрепления здесь важны и нужны. Особенно, видите, после рассказа этой женщины о том, что погибали дети. И вот в таком формате, грубо, почему бы и нет. Вот. То есть есть у нас отбойник, да, снизу для волнорез, так его назовем. Который и держит и набережную. И все. Вот здесь, пожалуйста, аренда сдается. То есть можно приехать здесь, находиться в спа-центр. Процедуры проводят. Шикарно просто. Идешь, дышишь воздухом, наслаждаешься всем этим. Очень красивые места, получается, для того, чтобы увидеть море из окна и спать под его звук. Если, конечно, здесь нет всяких разнообразных музыкальных шоу-представлений, то, я думаю, здесь будет вполне себе хорошо. Чайки, вот даже сейчас вы слышите, как они кружатся, летают, призывают вас всех все бросать, приезжать, отдыхать. Вот если вы, допустим, в... Ну, это, видите, не идет. Там все-таки гаражный, да, кооператив был. То есть до лодок, рыбаки, чтобы свои лодки держали и его перестроили. Здесь вот такая более комплексная застройка, она более интересная. Парус, конечно, выглядит просто вау. Не знаю, это пандус такой широкий, прям в море ведет. Видите, какие помещения здесь. Первый этаж вычищают, дверь закладывают. Будут что-то или коммерция делать. Там какой-то должен быть рыбацкий камень. Корпус. И вы сами видите, что нет такого прям, знаете, повального объявления, количества о том, что сдается, продается. А вот здесь, видите, сделали, походу, номера просто будут. Коммерция не очень пошла. И, наверное, будут продавать как квартиры или еще что-то. Ну, может, я, конечно, не прав, но идет перестроительство всего этого действия. А, уже чуть-чуть осталось. Мы практически дошли до самого конца. И всегда вот рядочком был с нами шум моря и прибоя тоже захватывает. В общем, как говорится, 70-е, 90-е, в 2000-х, в 2020 году можно строить еще более интересные, наверное, и важные сооружения, которые и жизни бы сберегали, и море бы, говорится, успокаивали. Вот Катя, вон еще один продается, видите. Какой бац, в едином стиле. Все красиво. А, апартаменты люкс тоже. Можно прям целый отель у нас, видите, тоже такой популярный. Вот первый этаж. Статус продам был магазин. Здесь вот собственника, пожалуйста, продажа. Ну, хотите, то есть объявления, пользуйтесь, смотрите, если вдруг вам понравилось. Ну, здесь вот за пару, даже там девушка это говорила, что, ну, в принципе, сноситься никем не собирается. То есть, если вы думаете о покупке, то, пожалуйста, лучше вот задумайтесь об этом месте. Потому что, я так понимаю, что меньше шансов, что его кто-либо снесет, и оно как-то пострадает. Ветер, конечно, холодненький. Я все-таки терзаю сомнениями, купаться или нет. Что-то мне подсказывает, что лучше, наверное, не делать этого пока. Оставим на потом. Вот такой вот получился, наверное, обзор дач, парус, вкачи. То есть, в принципе, изначально такая доля хайпа с обзором этого домика получилась. Потом, ну, в принципе, когда я сейчас с женщиной пообщался, то есть понимаешь, что это действительно делалось для вот таких целей, да. И как получение выгоды Санта-Барбара, мы смотрели, то, вот видите, здесь тоже постоянно происходит обрушение. Можем это видеть. Песчаник. Тут дальше где-то там рыбацкий камень. Ну, ты понимаешь тому, что вот это, в принципе, ну, как сказать, почему бы и нет. Ну, по-другому, да, будет по-другому все. Причем, я вижу, тут есть даже, скорее всего, и канализационная работа сделана. Будем надеяться, что не море. Море, скажем, не цветет, постоянно чистое. Ну, здесь, по идее, еще и прохладнее. Красиво, классно и интересно. Ребята, поблагодарить надо за то, что привезли в такое, ну, как бы тоже интересное местечко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, да Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Язык не поворачивается ДимаTorzok 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 Так как именно была вот эта кача, которую мы сегодня с вами посетили и посмотрели Ну, будет интересно окунуться с вами в обсуждение в комментариях Всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, отписывайтесь, пускай вам будет самое главное хорошо Всем до свидания